Число взломов банкоматов в России растет каждый год почти на 20-30%. И специалисты прогнозируют увеличение этой цифры в кризисный период. Чаще всего преступники просто грузят автомат в машину, увозят и вскрывают уже позже в безлюдном месте. Банки бьют тревогу. МВД России готовы предложить финансовым учреждениям новую систему защиты под названием «Туман безопасности», который был сейчас у нас здесь в студии. Максим Беспалов не преступник, но окунулся в туман одним из первых. На самом деле, для того, чтобы ввести один банкомат, профессиональному взломщику достаточно от 40 до 60 секунд. Это гораздо удобнее и быстрее, чем потрошить его на месте. Чтобы вскрыть банкомат, потребуется около дня работы. Там очень серьезная система защиты, и ее очень тяжело обойти. Тем не менее, сложно, но можно. Если в 2013-м банкоматы грабили чуть более тысячи раз, то уже в 2014-м почти полторы тысячи случаев нападения. И вот научно-исследовательский центр МВД России представил банкам новую уникальную систему защиты, которая, правда, в Европе используется уже более 20 лет. И так на банкомат напали. Сигнал об этом автоматически поступил в полицию. Когда группа задержаний только едет по сигналу тревога, те люди продолжают его взламывать. Поэтому их надо чем-то занять. Самое лучшее, как показывает мировой опыт, это их выгнать оттуда, отпугнуть. По мнению разработчиков, главное в этом деле эффект неожиданности. Тогда и так напряженное состояние преступника выйдет из-под контроля. Итак, представьте, что я злоумышленник, соответственно, подхожу к банкомату, мои подельники находятся на улице, у меня задача этот банкомат, соответственно, оторвать и вынести. Ну то есть это полная потеря ориентации? Помогите. Туман заполняет все пространство. Стробоскоп сверкает, как на допросе с пытками. Сирена воет. Да еще и беспристрастный голос какой-то тети сообщает всем вокруг, что полиция недалеко. Пожалуйста, оставайтесь спокойны. Охранная система генерации безопасного тумана была активирована, и полиция уже выехала к вам. Ну и как после такого продолжать ограбление? Такого жесткого тумана даже самый стойкий бандит не вынесет. По сути, это не туман, если физические свойства, это пар. То есть жидкость, в составе которой глицерин и вода высокой очистки, попадает на нагревательный блок, и в результате испарения генерируется наш туман. То есть, по сути, это пар, который в результате испарения получается. То есть он абсолютно безопасен, безопасен также для астматиков и для людей с проблемами со здоровьем. Вот видите, даже о здоровье грабителей позаботились. А то, не дай бог, они потом в суд подадут. Кстати, если все-таки злоумышленник скрылся, поймать его после такого парового дождя будет намного проще. Ведь вместе с паром на него прольется особый уникальный маркер ДНК, указывающий именно на это место банкомата. Его остатки на коже и одежде потом станут доказательством для следствия. Ну то есть сразу все понятно, вы вне закона. Уже весной эти системы начнут устанавливать на первых банкоматах. До конца года ими планируют оснастить большинство терминалов Сбербанка. Так что те, кто привык в сердцах долбить руками и ногами по банкомату из-за неисправности и тормоза последнего, помните, что терминал может ответить таким вот туманом безопасности. Максим Беспалов, Дмитрий Костиков, Олег Городничий. Новости 360.